Друзья, всем белка! С вами Катерина Бельчик, а точнее... Девушка фабричная конфетами питается, Отыскать хорошие всей душой пытается. Сегодня даже я не просто девушка фабричная. Сегодня с вами Снегурочка, ледяная, сами знаете кто. У нас с вами спецвыпуск девушки фабричной. Будем смотреть, пробовать разные новогодние подарки. И в конце, как обычно, постараемся выбрать лучше. Собрала сегодня всякое разное. Вот у нас драконы с вами, только не по канону. Здесь синий, вообще-то у нас должен быть зеленый. Даже Влад А4 зачесался сюда, в нашу сладкую компанию. Я вообще его в последний момент купила, не знаю. Может, фанаты подключатся. Подпишутся на канал, сделают красную кнопку, стерой! Глент, привет! Смотрите, я сейчас вас удивлю. Никаких предисловий, никаких историй. Все, сразу начинаю распаковку. Вот, первый пошел. Потому что куча историй будет внутри, конечно же. Не переживайте. Ой-ой-ой, кто с тобой? Дружного Нового Года! Стоил набор 599 рублей. Отдали мы их за 800 грамм. Я, честно вам скажу, пытаюсь найти хоть какой-то опознавательный знак на коробке, чья это фирма, что это за фабрика. Ноль информации. Написано, скачать какое-то приложение и счастливый подарок. Я не буду ничего качать. Я хочу узнать, кто это сделал. ТД Мишка Топтышка. Слышали о таком? Не слышали. Торговый дом получается. Да. Давай посмотрим. Мишка Топтышка. Ну вот если без коробки, это прям тот самый подарок, который мама приносила с работы. Вот, я давайте тест на возраст. Просто произношу одно слово и понимаю, кто вы, да? Сколько вам лет? Шоколад Иванда Мария. Не поняли, не поняли. Все, киндер говорю, да? Кто понял, тот понял. И еще мандаринка обязательно в комплекте. Ну, вы знаете, вообще подарок такой прям сильно от души, потому что здесь не одна кондитерская фабрика, а целый микс. Есть и Аконт, и КДВ, славяночка наша, да, любимая или не очень любимая. Я вообще, знаете, подумала, что надо славянке уже менять фирменное лицо, потому что Дмитрий Нагиев занят в Ямакучи, а вот новым лицом бренда может выступить какая-то красивая девушка в кокошечнике, да? Лену Кукаяк, например. Это мы с вами все практически пробовали. Здесь Леди День, Леди Ночь. У нас был целый обзор на фабрику Аконт. Я просто хочу сейчас посмотреть, вообще стоит ли того этот набор. Есть еще и Мартелета, вот эти конфетки. Бэйби Фокс, взлетевший в ТикТоке пару лет назад, который все активно обсуждали, мне он тоже очень нравится. Мне даже как-то они присылали там две коробки. Шокобар Акон. Давайте вот это попробуем, просто что-то новенькое, что буду видеть. Хочу вам об этом рассказывать. Очень похоже на Атлами, но, видимо, в какой-то другой интерпретации. Ну да, это же прям Атламишка наша, смотри. Очень сухая печенька в карамели с арахисом. Здесь есть обожаемая мной конфета Адель, которая встала на первое место, даже сместив Рафаэлла. Также любимая многими Чио Рио. Из интересненького, из новенького есть конфетка Хрустальное озеро. Мне кажется, это просто будет как обычный батончик, какой-то рот фронт, нет? Ну да. Хрустальное озеро, у меня ноль ассоциаций, когда я это пробую. Конфетки Харитоша. Я сначала прочитала Харкоша, но ничего страшного. Причем написано Bar with Crispy Waffer. Поняли? На английском написано, наверное, импортированная конфетка. А, ну это опять такой же батончик. На мел похож, наверное, будет. Не, все отлично на самом деле. Также любимые конфетки Чудо. Очень классный набор. За 600 рублей, в принципе, терпимая цена, да? И отличнейшее наполнение. Я такое люблю, когда большое разнообразие, нет тонны карамели. Да, есть мармеладные какие-то вариации. И чупики есть. Мало ли кто-то любит, мне очень понравилось. Вот прям ребенку подарить будет прекрасно. И своему внутреннему ребенку тоже. Есть мармеладки? Супер. Вот такой у нас есть небольшой подарочек. Если вам нужно купить много всяких разных, я хочу сегодня найти какой-то скромный такой подарок. Он стоил 191 рубль. Посмотрим его наполнение. Дракон почти зеленый. Кто это, кто это? Сладкая сказка. Это очень скромно. Это что-то тоже сейчас с детства жестко пошло. Вы помните такие конфеты? Боже мой. Так, просто зефир, хлопушка, леденец, медалька шоколадная и зефирюшка. Хлопушка, зефирюшка. Ну, давайте медаль вспакуем, да? Вспакуем. Всплакнем, я бы сказала. Ой, слушай, это тоже вообще, знаешь, я с туалетом этого не делала. Вот это вот чувство, когда фальку отриваешь. Это сейчас прям Новым годом запахло. А с каким ароматом у вас ассоциируется Новый год? Помимо мандаринов, конечно, для меня это всегда запах свежей выпечки. Мы всегда на праздничных выходных печем пироги или кексы. А чтобы не тратить на это уйму времени, очень удобно брать вот такие готовые смеси печем дома. Мы перепробовали уже множество вкусов. Один из любимчиков, это, конечно, апельсиновый кекс. А недавно появилась новинка черничный кекс. Состав натуральный, внутри есть ягодки сушеной черники. И также на пачке есть инструкция по приготовлению с картинками. Вы точно не запутаетесь. К смеси нужно всего лишь добавить теплую воду, яйцо и сливочное масло. Все это перемешать и отправить в духовку на 35-45 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так быстро на столе у нас появляется ароматный домашний кекс. Наливаем чаек. И пробуем. Я люблю корочку. Какой же я кулинар, а? Печем дома это отличный вариант, когда гости на пороге и нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. У нас дома всегда есть в запасе пара пачек такой смеси. Ну, как сказать, пара троечек на всякий случай. Такая выпечка получится у всех, даже у новичков. И классно готовить с детьми, чем мы занимаемся на каникулах. Готовьте с удовольствием, а мы продолжаем наш обзор. Выглядит как шоколад линд. Я вам серьезно говорю. Даже прямо мне кажется, это будет супер вкусно. Реально шоколад. Не глазуль. Хорошо прям. И красивая. Наверное, сеть в этом году всех драконов этих рисует. Блин. Да, драконов. Путаю драконов и динозавров. Простите, пожалуйста. Просто еще углеводики до мозга не дошли. Сейчас все заработает. Медаль отличная. Можно уже за нее поставить. Пять с плюсом. Карамель. Ну, это просто, наверное, карамель. Да? Это неплохо, но здесь ничем, конечно, не удивишь особо. О, подожди. На взрывную как будто. О. И вкусно, да. Вы прям вот сидите, да, чтобы я эту шипучку тут начала вам смр делать. Хлопушка банановая. О, что ее ждет. За 200 рублей взять можно. Но чудо от него не ждите. Просто побаловать кого-то какой-то приятностью. Хотела сказать, что давайте с вами пройдемся еще по бюджетным подаркам. Вот, нашла такой маленький. Ну, он стоил 515 рублей. И на самом деле по весу он такой достаточно объемный, тяжеленький. И знаете что? Это ИП. ИП Табакова. Да, то есть это не какая-то кондитерская фабрика. Просто человек, предприниматель сделал подарки, получается. Ну, упаковочка что? Красивая. Не знаю, как с авторскими правами, конечно. Это вроде не сам Чебурашко делал. Я, кстати, так до сих пор от фильма не посмотрела. Пишите в комментариях, стоит ли посмотреть. Может, мы все-таки уже на Новый год разродимся. Давайте посмотрим. Здесь 500 грамм. Да, полкило у нас. Здесь уже что-то яркое и интересное. Представлена куча кондитерских домов. Опять же, есть Аконт, есть Баби Фокс. И я, удивительно, нашла вот такую мини-версию батончика. Прикольно. Харитоша снова. Вот это озеро какое-то там ледяное, хрустальное. Есть просто конфета с названием Котик. Но тут же у нас лежит и рис, как эскиз. Просто. Ой, все та же. Даже две штуки положили. Простите, это я есть не буду. Иначе просто я дальше не смогу продолжить свой обзор. Вот конфета Котик. Очень приятная упаковка. Такая прям желешечка. Такая типа Тофи-Фи. Мягкая версия Риски-Киски-Киски. Простите, но это такой интересный подарок. Просто столько новинок, я вижу, не могу даже перестать пробовать. Вот, например, конфета Мексикана. Так бы могла называться конфета с ананасом, мне кажется. Она тоже навевает мне мысль о Мексике. О каньковых Мексике. Вообще неожиданный вкус. Я думала, будут тропики. Кстати, прикольно. Как будто бы с печеньками Орео. Очень ярко хрустит. Симпатично. Прям даже супер симпатично. Кошка, я, конечно, все понимаю. Но конфета с названием Медунок тебя вообще не привлекает? Слушай, но они же во всех подарках. Это же медовик. Да нет, я ее ела сто раз. Мы же каждый год делаем эти обзоры. Поэтому я сегодня даже не брала вот эти классические Красный Октябрь, Бабаевские. Потому что они задолбали. Я каждый год говорю, ну и то же. Скоро у нас вообще будет выпуск про Красный Октябрь. Поэтому я решила свои вкусовые ощущения. Как бы, знаете, не портить первые свои впечатления. Медунок это же славянка. Не-не-не, подожди, подожди. Бэби Фокс, мармелад. Ну это классика. Ты серьезно, я сейчас будешь... Ты не пробовала Бэби Фокс, мармелад? Я пробовала все. На камеру ты не пробовала. Ну, может, они в магазине около дома продаются? Конечно, пробовала. Все, они купают такие. Ну, че, лазонек. А вот это что? Простите. Мне кажется, это мамонт. Мне кажется, это мы на утро после 1 января. Просто все знаешь. То есть отличная пачка мармелада и вот это вот. Так съешь его. Я не буду его есть. Ты что, прикалываешься? Это какая-то испорченная штука. Ешь. Нет. Да. Лайк. Жду. Зачем я мне сейчас это очень-очень? Скажи, пожалуйста. Мармелад испорченный. Какие-то кости мамонта. Ой. Ну, я не стала это даже дальше жевать. Это испорченный мармелад. Все. Спасибо, что лайкну стали. Ну, ну, смотрите. Здесь есть и базовый. Мелки Вэй. Аленочка. Ярче. Вот эти конфеты. Я их не сильно люблю. Они жесткие. Тоже, кстати, хороший подарок. Нам что, сегодня прям вести будет жестко? Я такого вообще не помню. В прошлом году, мне кажется, мы только сидели и плевали, что это невкусно, это невкусно. Классный, достойный подарок, да. Кроме вот этого. Ну, это они же не виноваты, что они купили мармелад. Это Бэби Фокс виноваты. С вами отдельный разговор будет. Ну, а как же я, с кем я буду отмечать, но смерть не тает, тебя не хватает. Спасибо. Я очень люблю подарки в мешках. Мне кажется, они сильно выигрывают перед коробочными. Не знаю, просто как будто бы еще более празднично это выглядит. Можно потом сложить туда что-то. Например, нитки для вязания. Вот в этот мешок я не совсем уверена, что можно было бы что-то сложить. Ну, кто знает. Передарить кому-то подарок потом можно. Наклечку так содрали, и все. Мы за экологию просто. Общество с ограниченной ответственностью МС Групп. Находятся они в Москве. Что такое подарок? 699 рублей. Для вас мне ничего не жалко. Ой, Лё, леденцы одни пошли. И сейчас надо придержать пузиком. Кстати, вот этот мешок противный. Он такой, знаете, прям из-под картошки. Первое впечатление у меня не очень. Объясню почему. Много карамелек, много повторяющихся позиций. Три штуки такой карамельки. Три штуки такой. Какая-то фрумка дынная. Сладкое созвучие с апельсином. Тоже три позиции. Ну, знаете. Есть суперконтик. Сто лет, кстати, его не ела. Со вкусом сгущённого молока. Две Аленки. Трио. Кстати, он тоже часто попадается в новогодних подарках. Из интересного медунок. Кстати, с изюмом. Ну, давайте уж я попробую медунок. Митюшка так прям хотел. Он почему-то решил, что это будет медовик. Я-то знаю, что это не медовик. Митюш, ну ты ханкел, солнце мое. Вот на, поешь. Вот вкусно. Давай. Первое ощущение, что пенопласт ешь. Может, так вот прям даже шипит немножечко. Ну, сладкий пенопласт. Неприятный конфет, честно. Мне вообще не нравится. Из хорошего здесь есть вот такие мармеладки. Крут-фрут. Сёмик такие обожают. Они очень недорогие. Везде продаются. Это хорошая штучка. Здесь гранат, персик, малина, виноград, груша, маракоя. Без клубники. Что важно. У кого аллергия поймёт. За 700 рублей. Вообще не то. Ничего интересного. Нет, простите. Есть варианты получше. Ну, а мешочек хороший. Давай вскроем вот этот мешок. Давай. Как думаешь, сколько он стоил? Вот это? Да. Тысяча. 666 рублей. То есть он дешевле, чем прошлый. Запомнили? Это красота. Это роскошь. Это Новый год. Тут два варианта свои последние. Либо будет всё очень плохо, либо очень хорошо. Слушай, ты гений вероятности. Честно, не зря я ты всех заканчивал. Здесь, кстати, 1000 грамм. И снова нет фирмы. Это Дед Морозов. Как каламбурчики начаются. Тут очень много конфет. Готовьтесь. Сейчас. Оп. Вау. О, кстати, опять фрут-фрут. Ну, видимо, потому что они дешёвые. Их везде кладут. Так. И опять хрустальное озеро. Оно меня сегодня преследует. Почему-то, когда я вижу эту конфету, я сразу вспоминаю фильм Дома озера. Так, мне нравилось. Он столько раз его пересматривал. Но эта конфета, она вообще даже не близка к этому, честно. Давайте сразу первое впечатление. Очень даже здорово. Насыщенно. Много жирненького всякого разного. Типа чокупая. Есть огромная шоколадка степ. Печенюшки. Дивная дарёнка. Прямо сразу хочу попробовать. Думаю, это будет просто вафля. Это база. База невкусных вафель. Да. Коническая глазурь. Внутри пережаренная сухая вафля. Нормально. Коту можно отдать такую вафлю, мне кажется. Мексикораскот нарисован. Вообще приколдес какой-то. Здесь есть мексикана, которая мне очень сильно понравилась. Вот такая вот палочка Элли с пундуком. Я такой вкус не видела. Прикольно. Много, конечно, кондитерского жирка здесь, но вполне себе неплохо, особенно на фоне предыдущей вафли. Просто порадовать себя так чайком можно. Я тут нашла вот такой интересный экземпляр. Яшкинская картошка. Интересно, это кто самый Яшкин или нет? Конфеты, на которых написано картошка, обычно немножечко носят обманчивый характер. Потому что ты ожидаешь увидеть там влажность, сочность, вот эту вот мягкость пирожного картошка. А по факту обычно это что-то скучное и сухое. Ну да, так и здесь. Да, привлекательная упаковка. Думаешь, что там будет что-то вкусненькое, мягенькое. Но по факту это просто сухая конфета, которой не хватает пропитки. Как и нашей коже, не хватает влажности этой зимой. Потому что включены батареи и мы просто высыхаем. Предлагаю максимально позаботиться об увлажнении своей кожи и сделать выбор в пользу эффективной увлажняющей косметики Icon Skin. Даже самый простой выбор крема кажется сложной задачей. Нужно разбираться в составах, свойствах, ингредиентах, условиях хранения. Все почти как с нашими любимыми конфетами. Но бренд Icon Skin уже все продумал за вас и сделал косметику на основе науки. Вот в таком классном наборе для интенсивного увлажнения всех типов кожи, который, кстати, очень удачно можно подарить кому-нибудь. Называется он Remineralize. Простите, за мой французский я очень старалась. Наверное, это не французский все-таки, да? Здесь содержится четырехступенчатая система ухода, которая комплексно позаботится о вашей коже. Четыре шага из средств с интеллектуальными формулами. Тут как бы не только интеллектуальная формула. Здесь еще и все шаги для нас, умников, написаны. Один, два, три, четыре. Плюс инструкция прилагается, да, если запутаемся. Все. Научный подход до посту. Все можно прочитать, ознакомиться. Кстати, как раз таки удобно подарить тому, кто не шарит. Потому что реально важно заниматься многоступенчатым уходом. Просто поверьте, недостаточно просто одного крема или просто умыться, просто тоник. Нужно делать все в совокупности, тогда ваша кожа будет такой же красивой, как у меня, конечно. Здесь у нас пенка для умывания, тоник, потом идет сывороточка и крем, который надежно защитит нашу кожу, закроет все потребности необходимые, да. Пусть хотя бы крем их закрывает. По итогу имеем что? Увлажнение до 12 часов, восполняет дефицит необходимых нашей коже минералов и активирует клеточный метаболизм. У бренда есть собственная лаборатория, где создаются формулы, а затем клинически доказывают их эффективность в независимых лабораториях. Главное, какой результат мы получим от применения этих средств. Повысим упругость, эластичность кожи, немножечко уменьшим морщины, а главное следы усталости и получим красивую, упругую, сияющую кожу. Правда, классный подарок, который порадует получателя не только своим ярким и приятным оформлением, но и начинкой. И парни, берите на заметку, как подарочек. Ваша девушка забудет про косметологов. Экономия! Так что берегите честь с молоду, а подарки заказывайте заранее, тем более, что сейчас у меня для вас будет волшебный промокодик, который даст вам скидку 15% на озон до 22 декабря на все средства IconSkin. Пользуйтесь и радуйте своих близких. А я продолжаю есть конфеты. Здесь есть одна элиточка, подожди, подожди, вот она, Люса. КДВ. Блин, это просто мармелад и шоколад, серьезно? А не просто! Так вот как должны выглядеть вкусные конфеты с мармеладом. Он прям течет во рту. Растекается. Такая яркость черной смородины. Великолепно. Казалось бы, чуть-чуть поиграли с текстурой. Уменьшили количество желатина. Волшебно. Взрыв вкуса во рту сейчас. Давайте еще вот эту посмотрим. Light Juicy. Напустим. Нет, но это уже не та. Знаете, почему Light? Типа с йогуртом. Смотрите, здесь еще есть вот такой бренд. Ой, подождите, дошел йогурт. Мне то в горло попало. Бренд Funny Cat. Вот такие печеньки я уже давно видела. Чуть я даже не обзор на них делала. В одном из обзорчиков. Мне кажется, попадало у нас такое. Мне вот это вообще зашло печенье. Просто отличное. Но интересно, мне даже здесь не печенье, а зефир в глазури. Яркая упаковка, красивая. Что за бренд у нас? ВК Funny Cat. Супер. А кто? Кто делает? Орловская область. Город Орел. О, кондитерская фабрика. Не стали заморачиваться с названием. Молодцы. Кафе-кафе. Я, кстати, очень сильно люблю зефир. И зефир в шоколаде. И обычный. И не знаю, почему так редко себе его покупаю. Блин. А может, потому что я вот такой невкусный обычно покупаю. А что они вообще сделали? Ты слышал, тут у меня прям песок на зубах хрустит? Вы издеваетесь, что ли? А как-то о миксерах не слышал никто. Мне нравится, как обычно я умею подловить моменты, сказать, я так люблю зефир, а потом пробую и вот это. Очень недостойно. О, кондитерская фабрика. Прям печально. Кстати, у нас был целый выпуск про зефир. Мы там находили самый вкусный. Я уже не помню, какой мы выбрали. Но этот набор неплох. За свою стоимость, да, он стоит дешевле, чем предыдущий. И мне кажется, в целом вполне можно взять не самый интересный, но неплохой. Что за конфетер глаз? На, держи. Глейс. КДВ, кстати. Что там? Ну, что-то необычное. Она кокосовая. Это ребята, которые сделали баунти, у которых был миксер. Блендер. Ой, здесь, кстати, классно. Послевкусие такое. Кокосовый ликер, именно. Нет вообще кокосовой стружки. То есть такая гладкая текстура, нежная, приятная. Сильно сладко, но интересно. Да. Ну, что, Левушка есть. Все на месте. Чуку-пайку положили. Да хорошо, да. Да что ли? А упаковка-то какая была. Ну, что, давай. Владик. Ребят, ну я не то, чтобы хотела его брать. Но было еще одно место в нашем обзоре. И вот он лежал по скидке 199 рублей. В чем плюс? Я только что съела примерно килотонну сладкого. И в целом поесть что-нибудь солененького. Отличный вариант. Вообще, за 199 рублей слишком даже роскошная. Да, коробка? Ну, не обольщайте. Здесь всего три позиции. Вот он, новогодний подарок, который мы заслужили. Смотрите, здесь есть палочки тути-фрути. Я признаюсь сегодня, да, у себя на канале Влад. Обожаю эти палочки. Я думаю, что никак не причастен вообще к созданию. Палочки классные. Я себе даже иногда беру пакции. Честно. Все. Призналась. Признание номер раз. Все. Признание номер два. Этого я ничего не пробовала. Здесь вкус сметаны, зелень, чипсов. И сухарики с богатырской шурмой. Прям сразу. Богатырская? Угу. Я попробую. Ммм. Кстати, вкусно. Они как будто в воде немножко полежали. А так прикольно. Зато десны не обдирают. Вообще прикольно. Кстати, вообще реально десны не обдирают. Даже в какой-то момент я как будто бы словила вайп шурмы. То есть было что-то такое по типу гриля. Но потом он быстро улетучился. И просто какие-то обычные мясные специи. Неплохо, но сильно солен для меня. Возможно, это на контрасте с яркой сладостью всего предыдущего. Я не знаю, что святик есть. Мне нравится. Чипсы. Сырные мои любимые. Простите, сегодня вот такой день признаний. Можете отписывать. Ничего себе, отмыл? Зай, ты не Дима Ермудевича. Тебе не будут коробки засывать. Угу. Угу. Настюшка мне пришлала. Ну, на этом дружба и закончилась. Очень жирные, кстати, чипсы. Ну, дело в том, что я просто два дня чипсов не ела. Поэтому я готова всю пачку сожрать. Я должна как-то это оценить. Для детей, для фанатов А4. Вообще супер. Просто суперэконом, я даже так это назову. Просто из-за коробки. Ну, может быть, просто дети, наверное, что-то другого будут ждать. А не просто сухариков и чипсов. Хоть какой-то там, типа, значок. Я не знаю. Стикеры. Сквиш. Что угодно. Ну, ну, какой-то именно еще изюминку добавить. А то просто это съел и забыл. Ну, и сделать его, типа, за 500 рублей. Потому что для фанаты купят и за 500 рублей. Тут, наверное, все-таки родители будут детям покупать. Они сами пойдут себе такой подарок брать. Наверное, если по отдельности покупать, это будет дешевле, чем в коробке. Поэтому дети, скорее всего, решат отказаться от коробки и просто купить это выгоднее. Мне все понравилось. Спасибо. Перебились с Алененьким и пошли дальше. Вот такая вот коробочка есть. Просто роскошная, красивая. 647 рублей. Сегодня все подарки примерно в одной тесновой категории. Снова нет никакого опознавательного знака. То есть, это просто компания сделала свой какой-то набор. Подарочный набор новогодний номер 5. Компания Алтай Премиум вообще это сделали. Здесь у нас собраны производители КДВ, ООО, Марс, Сладкий Орешек. Они прописали все. Очень красивая коробка, скажу честно. Такая прям яркая лента. Сюда точно можно будет потом передарить кому-то что-то. Положить кружечку какой-нибудь красивый. Блин, не смотрите, мои друзья. Я вам потом что-то положу. Ладно, ну сделайте вид, что когда вы посмотрите, скажите, Катя, какая красивая коробка. Где же ты такое нашла? Бля, вообще какие-то опять новые конфеты. Это что? Джунка. Я сразу вижу гематоген. Они подумали о моем железе. Спасибо, дорогие прекрасные люди. Я обязательно съем. Много крупных элементов. Есть и панкейки, батончик, снова мармелад Баби Фокс. Я не знаю, почему они везде выкладывают. Вот опять эти конфеты ярче, которым уже наборим. Мне кажется, они супер дешевые. Давайте я все-таки их попробую, потому что по моим воспоминаниям они очень невкусные. Это опять будет дешевый вариант со сникерса. Ага. Когда в сникерс или скис-кис добавили. Но сам вкус-то приятный, но жестко. Сходу хочу сказать, что здесь целых 4 вот таких конфеты, которые называются белуччи. И лимонный вкус, шоколадный, сливочный и клубничный. Попробуем один из них, например, лимонный. Самая яркая упаковка. Кстати, очень нежное суфле, но шоколад немножечко все портит. Дешевенькая такая глазурь, но суфле очень приятно. Давайте еще конечку изоткроем. Даже, знаете, сейчас вкус мохито дошел. Шоколадный возьму. Посмотрите, что такое шоколад в шоколаде. Хм. А шоколад уже другой. В нем песочек есть. Немножко не растворился сахар. Ну, знаете, в целом приятненько. Это, кстати, фирма КДВ у нас. Сноу, чилку-рилку. Кремка с морской солью. Видали такое? Ааа, это типа как соленая карамель. В прямом смысле, да? Прям вот она, соленая карамель. Я в шоке. Ну, я буквально ем соленую конфету. Сладости практически нет. Как будто бы, знаете, в море зашли, там, нос в рот прополоскать, когда болеете. И вот сейчас вот эта конфета прям у меня с этим ассоциируется. Это очень невкусно. Тупо. Чем-то прям извращенным здесь повеивает. Не знаю. Не могу пока представить себе портрет любителя этой конфеты. Так можно огурчик соленый просто пососать вместо конфеты. Марсианка, здравствуй, здравствуй. Поговариваю, что марсианка уже не та. Тут еще и знаешь, что есть? Кракант. Просто все мое детство собралось в этом подарке. Ну, давай. Три шоколада, только единственный вкус. Я вам так скажу, ребята. Много-много лет назад марсианка считалась самым топом. Я любила просто все вкусы, которые были там. И кокос, сливочный. Мы их дико любили. Они стоили очень дорого. Ну, когда их покупали, это прям был праздник, знаете. А вот сейчас говорят, что испортят. Давайте я попробую просто шарик. Ноль эмоций вообще. Прошу сладкое. Куда уходит детство? В какие города? И писем не напишет. И вряд ли позвонит. Сережа Лазри. Кракант. Ну ты-то хоть давай, братик. Ой, ну что, Слима, помните? Ломай зубы. Ммм. Тоже будет возвращаться в конфетах. Ну, хорошо. Кракант как бы уже моим виниром не по зубам. Давайте попробуем панкейк с малиновой начинкой. Называется Баскер. Баскервиллс. А, типа Баскервилли. КДВ снова. Кстати, везде КДВ у нас. Наверное, потому что он недорогой и плюс-минус качественный. Все пытаются его использовать. Ооо. Ох, ох, ох. Кстати, Ями. Посмотрите на это. Такой влажный. Готов? Есть хоть начинка? А, я думала, она будет розовая начинка. Просто на упаковке вот. Ммм. Такая малина яркая. Вообще задумка классная. Очень приятное, нежное тесто. Но вот начинка внутри, она такая дикопритерная. Это просто химоза. Я иногда люблю такие химозненькие вкусы. Знаете, как вот во фрукте или, например, в конфетках. Я думаю, что это есть. Она какая-то сущная, летняя такая. Это больше даже похоже на густой-густой сахарный сироп с ароматом малины. Разочек съесть можно, но не на постоянке. Я бы, наверное, даже попробовала, может быть, с вареной сгущенкой. Ну, что-нибудь у них есть какой-то такой вкус. Карамелька. В идеале, наверное, была бы черная смородина. Ее можно и покислее сделать. Да, вот, наверное, кислоты не хватает этой начинки. Даже лимон и кислоты бахнули. Здесь уже о натуральности речи не идет. Но сам по себе достаточно приятный вариант вот панкейка, который хранится в вечность. 7 месяцев у него. Ой, какой 7? 7 лет. В целом, снова достаточно достойный вариант. Не то, чтобы сильно много вкусняшек. Знаете, каких-то прям таких, за которые можно зацепиться. Мексиканку не положили сюда. Ананас не положили. Но здесь были классные вот эти суфлейные конфеты. Их целых 4 штуки. Я думаю, зачетно. Еще вот Адель почему-то не положили конфетку. Но, наверное, недорогая, потому что. Коробка классная. Ребята, в нашем телеграм-канале Бельщики сейчас проходит розыгрыш на вот такой чудесный календарь, который каждый день будет вас радовать комплиментами и приятными наподствиями. Переходите. Не переключайтесь, потому что у нас с вами еще дракон, который стоил очень много денег. А сейчас попробуем вот такой подарочек. Он стоил 519 рублей. И за такой дом это прям вау. Посмотрим, что там внутри. Жаклин. Жакнус. Сразу кидается в глаза мне батончик скрипыш, которых здесь целых 3 штуки. С нугой карамелью, жареный арахис карамель и воздушный рис, арахис, клюква и изюм. Ни разу не пробовала эти батончики. Это прям жесть. Ммм, попробуем с клюкавкой. Это, наверное, что-то очень дешевое, да? Я никогда не вела, честно. Кстати, он мягкий внутри. Даже вкусненький, нежненький. Прям нуга такая, мне нравится. Угу. Подождите, я с воздушным рисом. Я думала, это будет степ. А, во. Ага. Во. Здесь уже жесткость пошла. Ох, лепеструйца. Так что, пробуем. Третий. Опять должна быть нуга. Может, нежный? Ммм. Да. Ммм. Просто маркс. Только наша версия отечественная. Ничего от них не ожидала. А получила. Конечно, наш мозг немного по-другому работает, когда мы завышаем ожидание или занижаем. Я сильно занизила, поэтому мне он показался вкусным. Ну, может, вы напишите, что фу, как-то вообще возможно есть. Нет, пойдет. Знаете, какое чудо есть? Батончик Василиса. С фруктово-желейным вкусом и жареным дробленым арахисом. Это что-то очень аутентичное. Такая девочка вся в яблонях, красивая. Собирала яблочки Антоновку, старалась в красных сапожках резиновых. Очень люблю описывать этикетки. Спасибо. И вывески читать. Знаете, когда вот едешь в машине, все вывески я читаю и меню вслух еще читать в ресторанах. Да, всем мешать. Россия. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Там, наверное, хорошо, да? На Солнечной в Краснодаре. Настроение такое, да? Снега нет. Пробки. Вообще, такого не ожидала от него. Впервые ем что-то подобное. С такими странными текстурами внутри. Это очень плотный мармелад. Внутри куча орехов. Скорее, мне это не нравится, чем нравится. Я даже не хочу больше это откусывать. Можешь попробовать? Просто реально что-то необычное. Такая-то беревская пастила в шоколаде немножко. Интересно. Интересно. Да, реально ребята постарались, что-то новое придумали. Но нужно ли оно было такое новое? Нужен ли вообще там был орех? У меня вот такой вопрос. Нет, правильно, правильно. Пусть новое придумывают. Нет. Ну, доработать можно. Интересно. Ну, вот все ты доедаешь тогда. Лаки Дэйс конфета. Даже пробовать не буду. На мягкой карамельной основе с арахисом. Это все уже понятно. А как насчет халвы подсолнечной? Это единственная слабость. Точнее, сладость, которую не любит мой муж. А моя слабость не... Я, кстати, люблю халву. Ой. А кто ее... Она такая, она просто подрастаялась. Ну, не очень вкусная, честно, вот эта именно. Халва восточный гость. Не понравилось. Есть банальный милки-вэй. Опять вот эти бум. Супер. Бум еще есть с печеньем. А как насчет жаклин? Клубничного зефира с мармеладом. О, боже мой. Ты видел эти блестки? Она хотела сиять. Сиять, сиять. Ожидание и реальность. Это, знаете, когда отдавали упаковку на утверждение дизайнеру, разработку, придумали, что начинка будет внутри выглядеть вот так. Но по факту нифига не получилось. Делали вот этот продукт. Мне вообще он не понравился. Куча сахара вот эта снаружи. Я небольшой фанат мармелада в сахаре. Мне кажется, это так достаточно сладко. И зачем еще вот этот хрустящий сахар на зубах? Но знаю, что есть свои ценители. Мне не понравилось слишком химозно. Чересчур. Очень много фирмы Lucky Days. И всякое разное, да, у них такие... Приятненькие упаковки с зельфинчиками. С помадным корпусом. Глазированная конфетка с китом. Кстати, даже выглядит хорошо. Ммм. Вообще с помадкой, да. Интересно. Я думал, Lucky Days это какой-то сильный лоукостер. Но это хорошо. Вот еще Lucky Days есть. Подождите. Со вкусом сливок. Ой, помадка дошла. О, привкус вот этих перекисших сливок. Ммм. Это не очень. Присутствуют. Для любителей. Я знаю вас таких много. Да, я, возможно, сделала очень резкое заявление по поводу этой конфеты. Когда был обзор на славянку. Но извиняться я не собираюсь. Это мое личное мнение. Что хочу, то и творю. Мой канал. Даешь балдеж. Ну, это же классика. Это типа отломит. Был у меня период, я очень активно покупала эти конфеты. Ну, много-много лет назад. Они тогда только в магнитике появились. Потом еще и зелененькая такая была упаковка. Я так тащилась с этого названия. Даешь. Ну, типа от слова еж. Потому что я очень люблю ежей. И просто покупала, мне кажется, это название. Ну, это типа отломит. Мафли, арахис, шоколад. Балдежно, да. Она не сильно липнет к зубам. Мягенькая достаточно. Мне нравится. Так, здесь есть еще мини-версия батончика Василисы. Вот. Даже две метюшки я тебе дарю. Вот ты хотела новую пробовать. Спасибо большое. Угу, пожалуйста. Василиса в моем сердце. Ну, в целом, все интересно. Я уже попробовала. Здесь также есть Левушка. За 519 рублей. Прям вот. Еще и печенье положили коломенское. Я бы, может, вот эти все бум-бумы суперы убрала. Ну, как бы, есть и есть. Кракан даже опять. Мне кажется, это вообще лучший набор. Нет. Нет, я не соглашусь с тобой. Ну, по цене. По цене, в количестве. Да, и по упаковке. Ну, здесь просто будет Джаклин, конечно. И много ярче опять конфет. Ну, скрипыши зачетные. Мишка на севере. Ну, что, давай. Лови. Прык. Ребят, 2,5 тысяч. Этот сладкий подарок. Ну, мы, конечно, понимаем, что это игрушка и все такое. Блин, я увидела. Все. Это Красный Октябрь Бабаевский Ротфронт. Пробовать я тут ничего не буду. Все. Оставьте мне для девушки фабричный контент. Ну, конечно, распакуем, посмотрим. Че по поводу, ладно, волнуйся. Просто внутренний фиграфон. Вот что? Слушай, ну, за 2,500. Да, очень слабо. Нет, то есть, смотри. Вот эти конфеты, предположим, стоят на 700 рублей. То есть, вы хотите сказать, вот это стоит 1800? Вот это. Вот это. Еще и синий. Стоит еще и синий. Не алтенитически. Вот это стоит? Не, ну, это... Вот почему я не хотела брать Бабаевский? Я, опять, его буду обсирать. Потому что здесь конфеты, которые, по большей части, вообще не любят дети. Почему мне это всегда не нравится? Давайте посмотрим, что они положили. Убери вот эту синюю тряпку. Ну, вот, 2,500. Здравствуйте. То есть, они еще за эту цену посмели положить карамельки сюда. Причем, посмотрите, как много. Вот, это еще гора карамелек. Ну, что вам тут сказать, да? Кукушок, кукушок. Буревесник. Морские. То есть, это подарок для взрослого. 40 плюс. Это я могу предположить, белочка есть. Что может здесь сесть ребенок? Наверное, коровку, Аленку. Да, это такой достаточно приятный молочный вкус. Все остальное, ну, такое. Вот я, знаете, что здесь открою? Вафли Артек. Как вам такое выглядит? Все. Здравствуйте. Из Артека к нам ехали. Походу, вафли прям. А, ну, из 80-го года они ехали. Вроде бы зрели. Запахи. Как будто хлеб какой-то ем сухой. Очень невкусные вафли. Коровку открою еще вафельную. На контрасте. Но она, конечно, в шоколаде. Слушайте, а что вообще с подарком случилось? Весь потресканный. Вот опять. Яркий вкус темного шоколада. В детском подарке должен быть молочный шоколад. Вот спорьте со мной, не спорьте. Купите для себя. Хотите кайфануться этих ликерных, помадных конфет? Да, супер. Но не детский вариант. Причем он в игрушке, понимаете? Если вы будете себе брать, вы, скорее всего, возьмете какой-то домик, коробочку. Ну, или практичный мешок. Но игрушка вам нафига нужна? Ничего здесь интересного нет. Хочу пробовать, я не хочу. Хочу мелый шмелек. Ребята, наконец-таки я все попробовала. Что хочу сказать. Сегодня был обалденный выпуск. Очень много ярких представителей в недорогом сегменте. То есть за 500-600 рублей можно купить прям огромный вкусный подарок. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вам больше всего понравился. И вообще, любите ли вы сладкие подарки? Покупаете ли вы их для себя? Потому что я, в принципе, всегда их очень любила. Сейчас, конечно, после того, как я уже все это попробовала, я вряд ли сильно захочу себе на Новый год подарок. У меня поймите, еще до этого адвент календари были, да? Очень много шоколада. Но обычно я брала какие-то вот дома такие себе красивые. Ну, а в детстве уже что подарили? Там что у мамы на работе было, что-то в пакетах. Мне тоже всегда это нравилось. Поэтому я сегодня выделю Влада 4, конечно же. Мне понравились вот эти наборы. Митя очень прям ярко отметил вот этот, потому что реально он дешевый и огромный. Все было вкусно. Спасибо большое за просмотр. Увидимся очень скоро. С наступающим!